Всем привет, дорогие друзья! В этом выпуске подготовил для вас интересную новость ММА. В конце подведем итоги конкурса на лучший комментарий. Приятного просмотра, будет интересно, давайте начинать! Оливейро сделал мощное заявление. Он думает о своей первой защите титула, которая должна пройти ориентировочно в декабре. Кто бы ни пришел, титул останется в Бразилии. Чарльз Оливейро выиграл титул на UFC 264 в бою против Майкла Чендлера. Теперь Добронгс планирует встретиться с первым претендентом на свой пояс в декабре. Он не возражает против того, кто будет его соперником, что решит Дана Уайт, то решит. По мнению Оливейро, не имеет значения, кем окажется его соперник, потому что пояс все равно останется у него. Я все еще жду своего следующего боя, который должен состояться в декабре. Многие говорят о Парье, но, похоже, он интересуется другими вещами. Я тренируюсь и жду, когда руководство мне что-нибудь скажет. Кто бы ни пришел за титулом, титул останется в Бразилии. У Оливейро 8 досрочных побед. Последнее порашение Чарльза датируется аж 2017 годом, когда он проиграл техническим нокаутом Полу Фелдеру. Это был турнир UFC 218. Оливейро недавно сказал, что он понимает, почему Парье охотится за денежными боями против Конора и того же Диеса. Все знают, что всем надо кормить свои семьи. При этом бразилец смотрит на рейтинг и видит, что у Бенейла Дариуша, который расположился на третьей строчке, сейчас нет соперника. Поэтому, если Парье не примет бой, то, возможно, UFC предложит титульник как раз-таки Дариушу. С кем бы вы хотели поединок Оливейро, если Парье не согласится? Артем Лобов вернется в строй, на этот раз в благотворительном поединке по боксу, на колясках, против коллеги по цеху Пэдди Холохана. Получилось так, что чуть меньше, чем через месяц после объявления о завершении карьеры, Артем вернется на боксерский ринг. Ирландский комик Стива Тимати сообщил, что примет участие в том же турнире 11 сентября Голуэя, Ирландия, сразиться с олимпийцем Пэдди Барнсом. У 35-летнего Лобова была довольно насыщенная карьера в ММА, в которой за 8 лет было проведено 30 боев. Он дебютировал в UFC в 2015-м, в 22-м сезоне Ultimate Fighter в составе команды Конора Магрегора. И хотя у него действительно был тусклый, так себе рекорд, 2 победы, 5 поражений, ему все же удалось привлечь к себе внимание болельщиков. Он завершил свою карьеру в ММА с рекордом 13 побед, 15 поражений. Лобов перешел в бои на голых кулаках в 2019-м, там у него рекорд 2 победы, 2 поражения. Его последний бой состоялся в промоушене Махач в июне, где он проиграл техническим нокаутом в четвертом раунде серебряному призеру Олимпийских игр по боксу Денису Беренчику. Холохан в то же время имеет рекорд 12 побед, 2 поражения, 1 ничья. После того, как его карьера закончилась в 2015-м, перешел он к политической карьере. Был избран в Совет округа Южный Дублин в 2019-м. Так что поединок будет уж очень интересным. Что вы думаете, друзья, о таких благотворительных боях? Напишите в комментах. Конор Макгрегор отправил загадочный твит Пэдди Пимблету после того, как их сравнил болельщик. Конор в последнее время действительно отжигает своими выходками в социальных сетях. Фанат написал в твиттере, сравнил дебют Конора с дебютом Пэдди Пимблета, учитывая, что оба чемпиона Кейдж Варьерс. Пэдди, который дебютирует против Луиджи Вендра Мини 4 сентября в UFC, будет стараться продлить свою победную серию. Отвечая на твит фаната, Макгрегор использовал несколько отсылок, большинство которых фанатам предстоит только расшифровать. Фанаты чешут затылки, пытаясь понять, что имел в виду Конор. Фанат. Следующий Конор Макгрегор. Пэдди Плохого Пимблета часто сравнивают с Конором Макгрегором по многим причинам. Оба были чемпионом и Кейдж Варьерс по легкому весу. Оба пришли в UFC с большим количеством поклонников, талантом и индивидуальностью. Конор пишет. Удачи, Пэдди. Я был возле твоего дома поздней ночью. С длинноволосым парнем, который отбывает 30 лет тюрьмы. Я не помню его имени. Ха-ха-ха. Шутка. Тук-тук. Который Майкл Биспинг трусливо сбежал от длинноволосого парня. Он говорит, что Майкл трусливо сбежал в Америку. Это их недавняя перепалка в Твиттере. Скорее всего, вы понимаете, о чем идет речь. Я рассказывал в одном из роликов. В общем, это больше похоже на твит Тони Фергюсона, чем на твит Конора. Тони известен тем, что в сообщениях он пишет такую ерунду, что сразу не разберешь. Друзья, подпишитесь на мой канал, чтобы получать больше контента ММА. А мы продолжаем. Ринг-герл ответила Хабибу. Напомню, что Орел заявил, что ринг-герлс, по его мнению, это самое ненужное в смешанных единоборствах. Ответ не заставил себя долго ждать. Мы же все понимаем, что ММА или бокс – это достаточно жестокие виды спорта. А когда ты долго смотришь на одну жестокость, в какой-то момент наступает перенасыщение. Зрителям нужно отвлекаться. Естественно, зрители, болельщики отвлекаются. И для них это как глоток свежего воздуха. Это элемент шоу, ведь турнир по единоборствам – это уже само по себе шоу сейчас. Это были слова Дарьи Шевкопля с изданием Life. По словам девушки, ринг-герл, бойцы, судьи и комментаторы – это все звенья одной цепи, элементы одного шоу. Тренер Дастина Парье заявил, что бой с Нейтем Диазом будет удивительным, но в первую очередь надо подраться за титул в легком весе. Дастин Парье находится в идеальном положении, чтобы воспользоваться своей второй попыткой завевать титул. Тренер American Top Team Майк Браун рассказал в интервью. Предполагаю, что бой за титул будет следующим. Я слышал разговоры о поединке с Нейтем Диазом. Я уверен, что этот бой приведет к гигантским цифрам. Они должны были драться раньше, но их противостояние не состоялось. Все же думаю, что этот поединок все хотят увидеть. Возможно, они даже могли бы встретиться в полусреднем дивизионе. В таком случае никому не пришлось бы тратить время и энергию на весогонку, но считаю, что чемпионский титул в легком весе должен стоять на первом месте. Браун добавил, как и любой бой Парье, он будет супер захватывающим, много прессинга и красивый финиш. Но есть еще варианты, друзья, бой с Коннором Макгрегором. Дана Уайт дал понять, что он заинтересован устроить это в четвертый раз. Основная проблема, которая все тормозит, это травма Коннора. И чтоб уже запутать болельщиков окончательно, Дастин Парье сказал, что после того, как станет чемпионом UFC в легком весе, он может подняться на категорию выше и сразиться за титул в полусреднем. Много вариантов, много планов. Перед Парье сейчас полно возможностей. А теперь итоги конкурса. Мне понравился вот этот комментарий. Как обещал, 500 рублей твои. Жду от тебя ответа. Напиши, как с тобой связаться. И кто не видел, обязательно посмотрите, как Хабиб подробно рассказывает о том, почему девушки в ринге это лишнее. А еще Парье залез в голову Коннору, как это было. В общем, много интересного. Все вот в этом ролике. Нажимайте и смотрите. Всего вам доброго.